Мы находимся на планном митинге ОПЗЖ. Интересная картина разворачивается у меня сзади. Товарищи с Киевского ЖД вокзала, которые пришли сюда за денежку митинговать, расселись на траве, вместо того, чтобы стоять вот там с остальной группой проплаченных товарищей. И модератор подбежала к ним поднимать их. Вы что же, имеете совесть, получаете деньги. Так еще и вместо того, чтобы служить подпорками для флагов, и стоять здесь вот с остальными любителями ОПЗЖ. Такими любителями, они понятия не имеют, чего они тут находятся, 99%. Но неважно. Они разлеглись на траве и ходят периодически модераторы, оттуда гоняют с тем, чтобы загоняют их назад. А здесь уже стоят, скажем так, пенсионеры, которые вот спокусались бельгами этой партии прокремлевской. Ну как, им-то лампочки, они ходят на все митинги, в принципе, я их даже не осуждаю, я об этом уже говорил. Они ходят на все платные митинги и постоят, постоят, сдают назад эти вот, видите, они все в накидках одинаковых им раздали. Вот, и у всех над головами одинаковые флаги. И после митингов они эти флаги сдают, они эти накидки сдают. О, вот, видите, тоже товарищ подошел и гоняет их оттуда. Ну пошли все на место. Он у меня за спиной, да. И назад их гонят на митинг стоять. Вам же не за это платили, почему сюда? Прошли еще просто раздаваться. А ну давай, 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 быстренько на митинг. Чего ты там лежишь? Получаешь деньги, надо отрабатывать. Ну тут, естественно. Вот по составу, скажем, тех, кто здесь находится, ну, процентов, наверное, 80, это пенсионеры. Пенсионеры. Остальные это ЖД Вакгалкиевский. Все прекрасно знаем, какая там публика. И пионеры, то есть учащиеся, учащиеся ПТУ, как правило. Студенты сюда редко ходят, потому что потом же, не дай бог, кто-то снимет, скажет какой-то компании. И, ну, сами понимаете, учиться после этого в УЗИ будет очень-очень неприятно и неуютно, скажем так. Вот, так что, ну, вот такая вот картина у нас. Вот опять он подошел, посмотрите, посмотрите, стоит и убеждает. Ну, вообще нельзя же, нельзя же так сидеть, нельзя же... Нет, вообще пикник устроили, сейчас он им будет тоже прохульпан, прохульпан, прохульпан давать. Что же они, гаденыши такие? Что же они? Вместо того, чтобы стоять с флагами вот там вот сзади на митинге, они пошли, они посмели пойти в тенечек, прохлаждаться. Не, ну, в принципе, он, конечно, прав. Ребята, вам уплатили 200-300 гривен. Если вас это не устраивает, такие деньги, значит, не надо было сюда идти. А если устраивает, ну, значит, вот стойте здесь, вот как все остальные. Честно, отстойте свои, там, сколько там, 2 часа, это не так-то много, чтобы получить свои денежки. И пойти по своим делам. Вот, да, вообще, конечно, митинг абсолютно анекдотичный. Митинг, понимаете, митинг, почему он анекдотичный? Потому что он устроен теми, кто обворвал вот этих всех людей, теми, кто их обворовал, в свою защиту. Ну, то есть, вот люди, ну, они вообще 90% не знают, чего они тут находятся, в принципе. Вот, но анекдот этого и самый такой, как говорится, смысл этого митинга печальный. Как раз в том, что вот эти все люди, которые здесь стоят, они обворованы теми, кто стоит на сцене. Вот там вот партия ОФЗЖ, они их обворовали 30 лет. Очистили их до нитки, а теперь, а теперь дают им там 200 гривен, кому 300 гривен, я не знаю, там, модераторы, конечно, побольше получают. И теперь эти люди служат подставками для флагов и стоят здесь, понурив головы, имеют, так сказать, себе прибавку к их жалкой пенсии. По-другому просто не скажешь, это все крайне печально и крайне ужасно. Но вот этих людей довели до такого состояния, что они за 200 гривен продут и маму родную, и бабушку, и дедушку. И придут даже на митинг такой партии, как ОФЗЖ. Это очень печально, на самом деле это не смешно, но это то, что мы имеем в результате. Людей обворовывают, а потом за 3 копейки скупают. Точно так же им дают гречку, они пойдут за гречку, проголосуют за кого угодно. Но это уже не так, я утрирую, конечно. Уже, скажем, такие варианты слабо проходят с выборами, слава богу. Но, тем не менее, вот такой вот митинг на 100% платный. Здесь нет людей, которые пришли, или практически нет людей, которые пришли сюда по убеждению. Деньги, деньги и ничего личного.